Привет всем, я Николай Блучанский. Мне поступает замечание, что вот все мои выступления, касающиеся клинической фармакологии, это лекарство не надо, это лекарство не надо. Так это разве плохо? Если экономят деньги пациента, если действительно пользы никакой, если кто-то уже это лекарство химический агент, а значит побочные действия возможны, так это же просто очень хорошо. Но сегодня я хочу вашему вниманию представить недооцененные лекарственные средства, с которыми в клинической практике многие не встречались, но которые очень важны и необходимы группе пациентов старшего возраста. Речь касается о медодрине. Медодрин – это периферический, селективный альфа-1 агонист. Это лекарственные средства, которые используются в лечении пациентов с ортостатической артериальной гипотензией. И я хотел бы добавить от себя именно с артериальной гипотензией, которая проявляется квалифицированным снижением диастолического артериального давления с инкопальными реакциями. Потому что если вот так, то тогда будет уже четко видно, где его нужно назначать. А где его у таких пациентов назначать и не надо, потому что эффектов не будет. Ортостатическая артериальная гипотензия – это падение и систолического, и диастолического. А когда я делаю акцент на диастолической, то это преимущественное падение диастолического артериального давления при переходе из горизонтального положения, вертикального. И это падение может занимать некоторое время. Это падение, как является результатом неадекватных физиологических реакций на постуральные изменения в кровяном давлении. Критерием ортостатической артериальной гипотензии в целом является снижение систолического артериального давления на 10 и диастолического артериального давления на 20 мм кротного столба. Невысокое поднижение диастолического артериального давления – это не критерий для назначения бедодрина. На этом слайде я говорю о том, что понижение в диастолическом артериальном давлении во многих случаях связано с любыми важными факторами. Это с одной стороны нарушение барорецепторного контроля в периферических артериях у лиц старшего возраста, конечно же, вследствие атеросклеротического процесса, а также возможно длительного применения целой группы медикаментозных лекарственных препаратов, прежде всего гипотензивных, когда происходит драматическое снижение периферического сосудистого сопротивления. Вот здесь схема, она показывает автономный нервный контроль артериального давления. Я, видите, взял в круг, специально акцентирую ваше внимание на периферических сосудах. Атеросклероз, нарушение барорецепторного контроля и снижение периферического сопротивления и как результат падение диастолического артериального давления. И так написано в учебниках, что нападает просто потому, что склеротические изменения клапанов аорты, это тоже имеет место, но оно не может объяснять такого серьезного драматического снижения именно диастолического артериального давления. Критерием квалифицированного снижения диастолического артериального давления является его падение ниже 60 мм тудного столба. Но если лекарственные средства являются причиной диастолической, ортостатической артериального, то это очень просто. Мы отменим эти лекарства и все стабилизируется, а потом перейдем на другие или изменим дозировки. Но когда причиной нарушений барорецепторного контроля является снижение периферического артериального давления, то, естественно, возникает необходимость в назначении пациенту медадрина. Правда, обязательно в том случае, если нет противопоказаний. И обращаю Ваше внимание на тот важный момент, что последняя доза медадрина должна приниматься не позднее, чем в 6 часов вечера, для того, чтобы предупредить развитие артериальной гипертензии во время самонахождения положения пациента лежа, то есть во время его сна. Итак, еще раз, когда квалифицированная ортостатическая с преимущественным падением диастолическая артериальная гипотензия, проявляющаяся с инкопальными реакциями, и она не связана с медикаментозными вмешательствами предшествующими, причина чаще всего кроется именно в проблемах парарецептального контроля из-за адрес лидического процесса, и есть единственный надежный способ повысить периферическое сопротивление и убрать всю эту клиническую симптоматику, это назначить медадрину. Комментарии прошу оставлять под видео. Я готов отвечать на вопросы, замечания, предложения. Особенное спасибо за лайки и за подписку на канал. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok